Псалом Давида Псалом достаточно большой, в нем много мыслей, но все их можно объединить одной. Это молитва праведника несправедливого гонимого. Эта же мысль нам уже не раз встречалась, например, в 16-м псалме, отчасти в 24-м, но здесь в 34-м псалме Давид говорит несколько иначе. То есть тембр этого псалма отличается от других. Молитва в этом псалме отличается именно своей импульсивностью. То есть с первого взгляда может даже показаться, что такая молитва не свойственна праведникам и в частности кроткому Давиду. Здесь он просит своим гонителям, чтобы они не только постыдились и возвратились вспять со своими замыслами, но и были изгоняемы как прах, чтобы их путь был темный и скользкий, и ангел Господень преследовал их. То есть Давид просит наказания своим врагам. И справедливо возникает мысль, может ли такая молитва быть примером для всех нас. Нужно разобраться в этом. Потому что, слушая подобные прошения, многие, не понимая их смысла, ослабозняются. Подобное произошло и в отношении 108-го псалма. Некоторые непонимающие посчитали невозможным его употреблять христианам. Нужно сказать, что многие тексты Ветхого Завета нужно понимать символично, а не в прямом смысле, то есть буквальном. В частности, под врагами, вещественными, нам нужно понимать врагов рода человеческого, то есть падших духов. И именно с этой мыслью, то есть против них, падших духов, читать этот псалом или подобные ему. Поступая так, мы не ошибемся, то есть наш внутренний настрой будет вполне соответствовать правильному духовному настрою христианина. Давид хоть и просит Господа о наказании врагов, но сам не мстит за себя. И это очень важная деталь. Наиболее характерный пример безлобия Давида произошел тогда, когда он, гонимый Саулом, оказался в пещере. Саул, желая найти Давида, зашел в эту пещеру и не заметил его. А вот Давид стоял как раз-таки очень рядом с Саулом, и ему удалось отрезать лоскут его одежды. Когда Саул вышел из пещеры и отошел на расстояние, тогда вслед за ним вышел и Давид, сказав следующие слова. «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя и ищет души твоей? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя в мои руки в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на Господина моего, ибо он помазани Господа. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убей, что нет в руке моей зла, не коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». Услышим и удивимся, какой был Давид, какой нравственной высоты он достиг. И главное тут не в том, что он не стал убивать своего врага, и даже не в том, что он, имея возможность отомстить, не стал этого делать. Главное здесь состоит в том, что Давид суды, а лучше сказать, судьбу своего врага, предает в руки Господа. Он не решается забирать жизнь помазанника, ведь Саул, хоть и пал нравственно, но продолжает быть царем-помазанником. Его он называет «мой господин» и «мой отец». Он не решается быть вершителем судьбы Саула, но предает Господу рассудить их, заключая свое обращение следующими словами. «Да судит Господь между мною и тобою, и да седь защитит меня, Господь, от тебя. Да будет Господь судья и отомститель между мною и тобою. Да видит Господь и судит суд мой». Так говорит Давид. Считается, что 33-й псалом был написан именно в это время, поэтому и первые его слова таковы. «Суди Господи, обидящих мя, побори, борющие мя». Как мы видим, хоть этот псалом как будто и не соответствует словам кроткого и смиренного праведника, однако же поступки Давида ясно говорят об обратном. Он был кроток и смирен. Он предавал все в руки Божии. Он хоть и просит Господа наказать врагов, но не берет на себя эту функцию, полностью доверяя воле Божией как себя самого, так и своих гонителей. У нас же на практике часто бывает наоборот. На словах мы смиренные и кроткие ангелочки, а в деле при возможности отомстить, обязательно воспользуемся этим. Итак, какой вывод можем сделать? Будем читать 34-й псалом, который часто называют защитительным. Будем его читать в особенности в периоды внутренней брани, помня, что нашим главным врагом всегда являются падшие духи, которые часто скрывают себя за немощным человеком. Также будем помнить про этот псалом, 34-й, «Когда нас окружили и внешние враги, и притеснители, желающие нам зла. По заповеди мы должны молиться за врагов наших и не мстить за себя». Читая 34-й псалом, мы исполним и первое, и второе. Мы будем и молиться за врагов, и при этом отдавать суд над ними в руки Божьи. Если мы не в силах погасить пламень гнева и желания мести, то лучше молиться, пусть импульсивно, как это делал Давид, но это будет лучше, нежели самому мстить за себя. Лучше читать псалмы, нежели так называемую молитву задержания, столь часто употребляемую в наше время. Лучше вместе с Давидом ходатайствовать суда своим врагам у Бога, чем самому вершить суды, что делают также многие. Итак, сегодня у нас 34-й псалом. Молитва несправедливо притесняемого человека. Молитва, в которой Давид научает нас не мстить за себя, но все суды оставлять для милостивого, но справедливого Господа. Редактор субтитров А.Семкин